С целью оптимизации предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и плату за пользование стационарным телефоном лицам отдельных категорий, проживающим на территории Луганской Народной Республики, постановлением правительства Луганской Народной Республики от 4 февраля 2022 года номер 77 утвержден порядок предоставления ежемесячной компенсационной выплаты гражданам отдельных категорий, проживающим на территории Луганской Народной Республики. В соответствии с данным порядком, выплата предоставляется лицам, имеющим право на льготы в пределах норм, установленных действующим законодательством следующих размеров. Инвалидам Великой Отечественной войны за оплату жилищно-коммунальных услуг 100%, за оплату услуги связи 50%, инвалидам Великой Отечественной войны, а также участникам боевых действий Великой Отечественной войны, которым исполнилось 85 лет и более 100%. Участникам боевых действий из числа тех, которым предоставлялось право льготы в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики до начала применения настоящего порядка, за оплату жилищно-коммунальных услуг 75%, за оплату услуги связи 50%. Бывшим несовершеннолетним узником мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией в период Великой Отечественной войны за оплату жилищно-коммунальных услуг 75%, за оплату услуги связи 50%. Бывшим малолетним узником концентрационных лагерей, признанных инвалидами за оплату жилищно-коммунальных услуг 100%, за оплату услуги связи 50%. Выплата за оплату жилищно-коммунальных услуг и услуги связи в размере 50% предоставляется Участникам войны, лицам, имеющим статус члена семьи погибшего, умершего ветерана войны, бывшим узником концентрационных лагерей и мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны, которые были насильственно вывезены на принудительные работы на территорию Германии, Детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, которые в связи с патриотической деятельностью, их родители были подвержены репрессиям. Ветеранам военной службы, органам внутренних дел, государственной пожарной охраны, государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, вдовам, водовцам и опекунам детей умерших, лиц, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой. Первая и второй категории. Семьям, которые имеют ребенка-инвалида, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы, уволенным с военной службы лицам, которые стали инвалидами в период прохождения военной службы, многодетным семьям, детским домам семейного типа и приемным семьям, в которых не менее года проживают трое или более детей, а также семьям, кроме многодетных семей, в которых не менее года проживают трое и более детей, учитывая тех, над которыми установлена опека или попечительство. Выплата только за оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется членам семьи погибших при защите Отечества – 100%, родителям и членам семьи сотрудников полиции, которые погибли, умерли во время прохождения службы – 50%, родителям и членам семьи военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести во время прохождения военной службы – 50%, реабилитированным лицам, которые стали инвалидами в результате репрессий или являются пенсионерами – 50%, детям войны – 25%, кроме содержания домов, сооружений и придомых территорий. Компенсационная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг из-за пользования стационарным телефоном лицам, имеющим право на льготу, будет осуществляться через отделение Государственного банка Луганской Народной Республики и предприятия почтовой связи Государственного монетарного предприятия Луганской Народной Республики, почта Луганской Народной Республики. Обращаю внимание, что граждане, имеющие право на льготы, обязаны своевременно и в полном объеме производить оплату жилищно-коммунальных услуг и услуги связи в размере расчетной стоимости услуг, по которым лица отдельных категорий имеют право на льготы, назначенные компенсационные выплаты. Гражданам, впервые обратившимся в управление с заявлением на получение компенсационной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг из-за пользования стационарным телефоном, необходимо предоставить оригиналы и копии документов, удостоверяющих личные заявители и членов его семьи, документов, подтверждающих статус у льготника, а также предоставить справку о составе семьи. Льготникам, которые до вступления в силу данного порядка находились на персонифицированном учете в Управлении труда и социальной защиты населения, администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики, для назначения компенсационной выплаты необходимо обратиться в Управление с заявлением и документами, удоставляющими личность. Гражданам, желающим получать выплату через Госбанк ЛНР, необходимо предоставить сведения о банковском счете. Данная выплата назначается по месту регистрации или по месту фактического проживания при наличии регистрации по месту жительства на территории ЛНР лица, имеющего право на льготы. В случае, если льготник не может подать заявление лично, то от его имени оформить компенсационную выплату может доверенное лицо. В таком случае доверенному лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий его личность, и доверенность, выданную лицом, имеющим право на льготы, в произвольной письменной форме. Прием документов на предоставление компенсационной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг и плату за пользование стационарным телефоном гражданам льготных категорий будет осуществляться с 15 февраля текущего года в кабинете номер 10 Управления труда и социальной защиты населения, расположенного по адресу город Красный Луч, улица Карла Маркса, дом 21. Телефон горячей линии для консультации по данному вопросу 20201. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова